Добрый день, уважаемые зрители! Тема нашей передачи – воспитание успехом. Что такое успех? Как воспитывается успешность? Эти вопросы мы адресуем директору автономного общепрозавательного учреждения средней школы номер 10 Станицыного-Мушастовской Красноармейского района Петровских и Раиде Михайловне. Мне близки слова «успешность» – «успех». Успешность появляется тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от побуждения в ребенке чувство гордости и собственного достоинства за свои достижения. В нашей «десяточке» комфортно и престижно учиться хорошо и отлично, потому что каждый ребенок занимает свою нишу успешности. С первого класса ученик мотивирован на успешную учебу и осознает значимость своих учебных, творческих и спортивных достижений. А школа становится тем своеобразным миром, где педагоги, дети и родители вместе творят и делают школу неповторимой. Успехи нашей сельской школы действительно значимы. Мы вполне конкурентоспособны. В 2006 году победители Всероссийского конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, в течение последних семи лет в рейтинге лучших школ Красноармейского района по итогам государственной итоговой аттестации, а в 2016 году стали одной из двухсот лучших сельских школ России. В чем же секрет успешности нашей школы? Несомненно, в создании крепкой профессиональной управленческой команды, сплоченного коллектива, педагогов-единомышленников и воспитании понимающих и отзывчивых родителей, в выстроенной годами системе индивидуальной работы с каждым учащимся. Успех — это процесс, а не конечный результат. Мы успешны в развитии, в движении вперед. Я убеждена, мое самое значимое достижение в управлении школой заключается в том, что любимая «десяточка» обрела свое лицо, яркую индивидуальность. Она востребована обществом, временем, детьми и самой жизнью. Здравствуйте! Меня зовут Юлия Бедная, и я выпускница 10-й школы. Могу без преувеличения сказать, что учителя проложили мне дорогу в жизнь. Благодаря их работе, их стараниям, я смогла успешно сдать экзамены и поступить в университет на бюджетное отделение. Благодаря знаниям, которые они мне дали, и воспитанию, которое они мне привили, я могу назвать себя образованным, культурным и успешным человеком. Субтитры создавал DimaTorzok